Этот видео основан на статье, которую я написал много-много лет назад, порядка 15, если не больше лет назад, про многоженство в Древнем Израиле. Я хочу здесь немножко обсудить, насколько в действительности распространено было многоженство в течение нашей истории. Все знают, что в принципе Тора описывает ситуации, когда у человека могло быть больше, чем одна жена, то есть, как казалось бы, Тора поддерживает идею полигамии. Но оказывается, после серьезных исследований на эту тему выходит, что это на самом деле было чрезвычайно редкой ситуацией. Это то, что я хотел рассказать. Большая часть того, что я расскажу, основана на писаниях Раби Рубина Маргулиаса. Раби Раби, если вы знаете, был такой мудрец. Он родился во Львове и к последнюю часть жизни жил в Тель-Авиве, в Израиле. И он был одним из тех людей, которые такие обучаствуются библиотекарями. И он как раз работал библиотекарем в еврейской библиотеке в Тель-Авиве. Кажется, называется библиотекаром Бама. Люди, у которых фотографическая память, и которые, в принципе, очень много знают. Не все раввины так много знают. Есть раввины, которые специализируются в пилпуле, то есть они глубоко очень умеют изучать. Но Раби Рубин Маргулиас, он сам это пишет, кстати, в предисловии к одной из своих книг, что он из тех раввинов, которые пытаются как можно больше узнать, и он имел, говорят, фотографическую память, и ему удавалось цитировать на любую тему множество и множество разных книг. Кстати, есть письмо. Я когда-то видел письмо Львовского Рэбби к Раби Рубину Маргулиасу, где Львовский Рэбби просит его побольше цитировать Хаббат. Говорит, что недостаточно Хаббат цитируешь. Но на самом деле цитирует так много всего, и стольких источников, что не концентрирует на какой-то отдельной группе или какому-то подходу, который специализируется, например, Хасидут или что-то еще. А он цитирует действительно очень-очень многого на любые темы. Поэтому он легко может собрать часто информацию. И в данном случае он написал в нескольких своих местах, в одном месте в комментариях Сафиха Сидим, в другом месте небольшой очерк, где он подчеркивает, что многоженство на самом деле было довольно редким феноменом. И мы это видим, даже люди, которые, конечно, знают гораздо меньше Раби Рубина Маргулиаса, могут это заметить, просто подумав на эту тему. В действительности, вот Рамбам, например, он же жил в местах, в основном большую часть жизни, где разрешено было многоженство, чего он не взял две жены. Почему мы не находим какого-то мудреца Талмуда, который имел бы две жены? Даже в Танахе это довольно-таки большая редкость. Я помню, я когда-то читал, был такой Равин, я, кстати, знаю его дочку, она уже пожилая женщина, но ее отец, и дочка живет здесь, в Боропарке, недалеко от меня, а очень хорошая семья, они там приглашают людей на субботу, очень много добра делают людям. Так вот, ее отец был известным Равином, который написал комментарий ко всему Танаху, ко всей нашей Торе. И вдобавок историческую книгу от Нехемии до нашего времени. Так вот, он в том числе каким-то из комментариев добавил в конце книги модельный, как бы, типы уроков, как может учитель вести урок, какие вопросы могут студенты задавать. И это действительно очень интересно читать, даже интереснее, чем сам комментарий. Так вот, у него в примерном уроке, в самом начале книги Шмуэля, когда, помните, мы узнаем, что у Эль-Кана было две жены, Хана и Пнина. И вот в этом уроке, типичном уроке, он спрашивает, учитель спрашивает у учеников, почему у него было две жены. Ну, один ученик поднимает руку и говорит, что потому что так было принято в те времена, да, все, так сказать, кому не лень, просто брали себе две жены. Вот что-то был статус-символ, да, что у меня две жены, не просто одна, но у меня даже две жены. А учитель, конечно, отвечает, что ничего подобного, и мы не находим, что это было частым явлением, наоборот. Просто произошло вот что, что Хана не имела детей, порядок-то какой? Сначала Хана, потом Пнина, значит, он сначала женился на Хане, и когда у него долго не было детей, нежели разводиться, сегодня обычно, если у людей нет детей, так как одна из основных причин женизма это дети все-таки, то человек, который, в самом случае, в возрасте, когда еще может, сможет иметь детей, он надеется, что это не из-за него нет детей. Сегодня иногда доктор может проверить это, иногда тоже, и доктор не может на 100% знать, из-за чего нет детей, а старая льна это еще труднее было проверить, поэтому если мужчина не имеет детей, по закону, вообще-то 10 лет, но, в самом случае, довольно долго не имеет детей, он обычно разводится просто, так это действительно хурбан, это действительно несчастье, когда приходится разводиться. И неудивительно, что в обществе в те времена предпочитали меньшее зло взять еще одну жену, то есть, хотя это не рассматривалось как идеал иметь много жен, как я еще расскажу, но, по крайней мере, когда есть два выбора, грустных очень, что ситуация, что у него нет детей от жены, и либо они разводятся, либо ему разрешается взять еще одну жену, то тогда брали еще одну жену. В более позднее время перестали брать под две жены, особенно уж киназм, это еще и запрещено, как мы расскажем, и это все знают, поэтому сегодня две жены, это не один из вариантов, поэтому приходится разводиться. Во всяком случае, у Элкана произошло совершенно очевидно именно такое вот несчастье, что он женился на Хане, своей любимой жене, и прошло много лет, а детей все нет, и он тогда женился на Пнине, у которой были дети. Поэтому, как говорит учитель в этом уроке, который приведет для примера, как правило, да, дети подумают, что в те времена люди вообще-то многие имели под две жены. Нет, нет, не имели они просто так под две жены. Кстати, интересно, есть бедраж, который именно так и говорит по отношению к Элкана, что сначала говорится о его шевах, его восхвалении, а потом его ганай, что у него две жены, так что Медраж тоже считает, что это что-то не очень негативное, иметь две жены, но, как я сказал, по многим интерпретациям, вторую он взял только потому, что у него просто иначе не было бы вообще детей, и он бы не выполнил заповедь, как говорится, «Перио урвее», да, «плодиться и размножаться». В конечном итоге у него таки родился ребенок от Ханы, и даже, может быть, еще дети родились, по некоторым мнениям наших мудрецов, но, во всяком случае, он долго ждал, и детей не было, он пошел на этот шаг. Так, я такое же слышал, на самом деле, от моих бухарских друзей, что в несколько поколений назад в бухарских семей тоже такое иногда случалось, то есть именно из-за детей в основном. Есть еще вариант, когда человек брал вторую жену, это если приходится делать ебум, тут обратная ситуация, чтобы оставить имя мужчине, который умер без детей, то есть мужчина умирает без детей, его жене нужно сделать либо ебум, либо халицу, как вы наверняка знаете, если кто-то не знает, что такое ебум, халица, я сейчас не буду в это вдаваться, но идея, что вдова умершего выходит замуж за одного из братьев, и только если это невозможно, тогда делают халицу. Сейчас мы только делаем халицу, аж Кеннадий вообще не делает ебум, но в старые времена в идеале считалось сделать ебум. Так вот, допустим, все братья женаты, или есть только один брат, и он женат, то тоже в таких редких ситуациях человек брал себе еще одну жену, чтобы, как говорится, оставить имя своему брату, чтобы родился ребенок, по Кабале это будет Гилгул умершего, то есть тот самый мужчина, который умер без детей, он теперь родится от своей бывшей жены и от брата, и будет их ребенком, и он наследует, согласно закону Торы, возможно, идея была, что он также унаследует свое собственное имущество, своей новой жизни, в своем новом Гилгуле. В таком случае были исключения, и были действительно люди, у которых было по две жены, но это была чрезвычайная редкость, и то только в библейские времена, а уже во время Талмуда мы вообще такого практически не находим, кроме каких-то фиктивных браток, например, как я еще расскажу, чтобы есть Труму, даже Накоина может есть Труму, но реально люди уже не женились на двоих почти никогда. Так вот, статья Раби Рубина Маргулиеса основана на источниках Талмудических, но я сначала расскажу несколько общих рассуждений. Ну, во-первых, мы знаем, что Хава и Адам, да, первая пара, все еще не сделал Адаму целый гарем, во всяком случае, согласно простому смыслу Торы. И вообще Хазаль говорит, что многоженство, знаете, с какого поколения это началось? Или, во всяком случае, многоженство в самом плохом его смысле, что, да, когда разврат начался перед потопом, то вот в этих поколениях, говорит Хазаль, упоминает действительно некий Лемех, у которого было две жены, причем Хазаль говорит, что одна была вообще не для того, чтобы плодиться и размножаться, а только для удовольствий, а вот одна уже жена была для того, чтобы плодиться и размножаться. Это, говорят, Хазарь было предпотопное поколение, которое потом было все уничтожено. Потом, что касается про отцов, ну, у Аврагама была любимая жена Сара, и только когда у него опять же не было детей, она дает свою служанку, чтобы Аврагам от нее родил ей ребенка. То есть это было согласие Сары и только вот таким образом. Кстати, в тому действие мнение, что вообще жениться на двух можно только с согласия первой жены. Например, мнение Раби Ами в трактате Ивамот на 65-й странице, там упоминается такое, что если муж хочет жениться еще на одной, то жена может потребовать просто развода. У нас Аллаха не следует этому мнению, там речь опять же идет о человеке, у которого нет детей очень долго, и он не знает, почему нет детей, из-за меня или из-за нее. Но, по крайней мере, такое мнение существовало, что вообще невозможно жениться на другой, пока не согласится первая жена. Так вот, у Аврагама, без сомнения, Сара не только согласилась, она это предпочла, потому что ей хотелось иметь ребенка, пусть не своего, тогда хоть через... Сегодня, например, иногда делают... У евреев это довольно-таки проблематично, с точки зрения халахии, но в целом случае многие нееврейки, если не могут родить, используют иногда свою, например, яйцеклетку, чтобы другая женщина носила ребенка. Да, женщине хочется иметь ребенка, но если она сама не может вынести, то вот делают такой способ. А здесь тоже, видимо, это считалось в духовном смысле, что служанка, которая под главной своей госпожой, в данном случае Хагар, под Сарой, родит ребенка, и ребенок говорит, как будто он родился от Сары. В этом была идея Сары. И то, посмотрите, к чему это привело потом. Да, к тому, что ссорились, и пришлось даже выгнать эту Хагар вместе с ее ребенком. Дальше Абрагам уже на другой не женился после этого. И всю жизнь жил с Сарой. И только когда Сара умерла, тогда он женился еще на одной женщине, а, по некоторым мнениям, это новая его жена, Китура, и была Хагар. И опять же, только на одной. Абрам не брал двух, трех, четырех жен на всякий случай. Хотя он мог в старости иметь много детей, и даже от этой одной он родил потом шестерых. У Исхака всю жизнь была одна жена. А у Якова в действительности было четыре жены, но заметьте, что у Якова тоже это произошло через несчастье, фактически. Его обманул Аван, именно со своей любимой Рахелью, и он получил Лею, которую он вообще не хотел. А потом, из-за того, что Лея и Рахель соревновались, каждая еще дала послужанке Якову. То есть Яков действительно имел четыре жены, но это было все неправильно. В идеале он бы женился на Рахеле и жил бы с ней всю жизнь наверняка. Но вот так вот получилось, и в результате тоже привело к тому, что и дети друг другу завидовали, и Иосифа продали. Все это связано с тем, что, конечно, когда много жен, то потом много еще споров и раздоров среди их детей. Кстати, как и между Ицхаком и Ишмаэлем тоже. Та же самая идея, когда есть и так иногда братья ссорятся, а когда еще и братья от разных жен, от одного отца, то тогда ссоры постоянные просто. В любом случае, Тора просто повторяет это снова и снова тем, что рассказывает истории про многоженство и чем это дело кончается всегда. Тем более, согласно Кабале, на самом деле у человека есть как бы вторая половина в духовном смысле, и это его жена, и это его идеал. Поэтому зачем ему больше, чем одна? Но есть, правда, одно еще исключение в Торе, когда у человека действительно было много жен, а именно это были цари. И для царей жены в основном, во-первых, они брали не из своих, не из евреек, а из тех, кто переходит в иудаизм из других наций, как правило, из дочерей других королей. И использовались тогда женщины, как, собственно, и в гораздо более поздние времена, и даже в местах, где было запрещено многоженство, где была моногамия, тоже использовали тогда одну жену, чтобы пережениться. Вот, например, цари русские, да, романовые, у них же там больше немецкой уже и шведской, кажется, крови было, чем русской. То есть люди использовали это как союз, брали жен дочерей других королей, и тогда надеялись, что война не начнется, или менее вероятно, что начнется война, потому что все-таки семьи общие, да, родственные семьи. А в местах, где разрешено еще и многоженство, так брали по многу жен таким образом от детей, от дочерей других царей. Поэтому у Шлома было полно жен, но в основном иностранные жены. Даже у Давида большая часть его жен, у него не было так много, как у Шлома, даже близко не было так много. Но, во всяком случае, это были именно жены, дочки в основном, каких-то, да, какие-то георы, переходящие в иудаизм. Между прочим, Тора как раз царю именно и запрещает иметь слишком много жен, именно потому, что слишком много таких союзов тоже не нужно. Шлома считал, видимо, что ему разрешено в его случае сделать исключение, как обсуждают уже наши мудрецы и более поздние комментаторы. В всяком случае, царь мог брать много жен, но это было в основном из-за союзов. Ведь если будут брать все богатые люди по многу жен среди своих же евреек, тогда произойдет просто проблема другая, что тогда на ком будут жениться те мужчины, которые остались. Особенно в обществе, когда, например, все живут бедно и есть несколько богатых людей и много бедных. Так многие женщины, на самом деле, предпочтут, чем голодать с одним мужем, лучше быть второй или третьей женой какого-то богача и жить припеваючи, только разве чтобы делить своего мужа с кем-то. Ну, и особенно молодые женщины так предпочтут и будут выходить замуж ради денег, но тогда получится, что те мужчины, которые бедные, им просто не на ком будет жениться. Когда примерно одинаковое количество мужчин и женщин и женятся только на одной, или почти все женятся на одной, ну, цари там берут в основном иностранных еще женщин, но в основном все женятся на одной, тогда будет хватать и те женщины, которые не смогли себе найти богача, будут замуж за бедного. А вот если будет прокритиковаться полигамия на всю катушку, тогда очень многим мужчинам просто не достанется никакой жены. И это тоже ужасно, это еще одна проблема. В всяком случае, в случае царей, мы находим иногда несколько жен, в случае некоторых шофтим тоже, они были как царьки, это было еще до периода первого царя, первый царь Израиля был Шауль. Если не считать Моше, в каком-то смысле Моше был своего рода царь, но во всяком случае Шауль был первый реальный царь Израиля. А до Шауля были полуцарьки такие, их называли шофтим, судьи, они не всегда даже судили еврейский народ, скорее ввели его в битвы во время войны, и потом их принимали, но у них не было династии, как правило, да, после них их сыновья не правили, в этом они отличаются от царей. Так вот, среди шофтима, среди царей иногда попадалась ситуация, когда было много жен у кого-то, но тоже не всегда. Ну, это все во время первого храма. Потом во время второго храма и после него, то есть период Мишны, период Талмуда, мы вообще не находим практически полигамию. То есть, за исключением, как я сказал, фиктивных браков, вот говорится, что во время голода рабе Тарфон, который был коэн, ему можно есть определенные виды святой пищи. Так во время голода он взял 300 жен, 300 женщин, на которых он фиктивно женился, чтобы они могли есть труму. Есть такое утверждение у Хазальта. То есть, такое возможно, но рабе Тарфон не жил с 300 женщинами. То есть, все было сделано временно, чтобы во время голода они могли есть святую пищу, видимо, было много святой пищи, которой все равно некуда было девать, а с другой стороны, не хватало обычной пищи. Поэтому вот такой трюк сделали. Еще, согласно рабе Румамагулису, однажды был случай, когда у Баркапары умерло много братьев, ему пришлось сделать ебум каждой из их жен. И получилось, что у Баркапары есть такой мудрец, был такой мудрец в Талмуде, я про него рассказывал в других местах. Он, похоже, был большой шутник еще. Но в таком случае у него вот оказалось вдруг множество жен. Но кроме этой истории, в Талмуде вообще нигде, не только в Талмуде, во всех талмудических источниках, то есть Тосефта, например, разные источники, Иерусалимский Талмуд, Мидраши, даже нет упоминания. Был какой-то Апетропус, у которого было две жены, который спросил рабе Лезера, как ему в сукот поступать. Жить ли в одной суке и в другой, или не переезжать весь сукот. И то это был какой-то не мудрец, был какой-то Апетропус, был какой-то важный человек в государстве, но не мудрец Торы. Среди мудрецов Торы мы вообще не находим полигамию. И также во время Решоним, кстати. Гаоним, Решоним. Гаоним же тоже были своего рода как царьки. В Бавилонии позже, после того, как закончился период Талмуда, в Бавилонии были так называемые Гаоним, большие мудрецы Торы. Мы тоже не находим, а в целом случае не написано, чтобы у них было по многу жен. Это, видимо, вообще чрезвычайно редкая вещь. Кроме всего этого, Робер Магулис приводит несколько доказательств из самих Хазаль, что многоженство было чрезвычайно редким явлением. Ну, во-первых, мы находим такую вот халаху, что если человек привозит гет из другой страны, гет — это разводное письмо, конечно. Так вот, если он принес ее из другой страны, и ему нужно свидетельствовать, что гет кошерный, что он написан правильно, то он сам не может жениться на этой женщине. Но, если у него была жена в этот момент, то тогда мы не боимся, что он будет неправильно свидетельствовать, только чтобы, да, привезет какой-то инфективный гет, чтобы на ней жениться потом. Потому что на двух женах практически не бывало, чтобы женились, как я сказал. Поэтому, если он сейчас женат и принес гет и сказал, что гет кошерный, то эта женщина может принять такой гет и развестись. Если даже потом у этого человека он разведется или умрет его жена, то он может жениться на этой женщине. То есть, фактически, многоженства мы не боялись. Иначе бы любочий, который приносит гет издалека, даже если он женат, мы боялись, что он соврет и некошерный гет пропустит, только чтобы жениться еще на одной. Такого не боялись. Или, например, законы, связанные с тем, что если у человека 10 лет не было детей, то он разводится по закону Талмуда. Опять же, можно сказать, пусть жениться на еще одной. Такое действительно иногда случилось в библейские времена. Но во время Талмуда, видимо, еще одну ему практически бы не дали. Это чрезвычайно редко было, чтобы человек стал многоженцем. Поэтому фактически его заставляли развестись, чтобы он смог жениться еще и иметь детей. Ну и есть много других, на самом деле, источников. Вот, например, Боаз говорится, что все было приготовлено, чтобы он женился на Руд. С небес все было сделано, потому что как раз его жена вовремя умерла, когда Руд со своей свекровью, с Наоми, вернулась в землю Израиля. Значит, если бы Боаз был женат еще на одной, если бы жена Боаза была жива, то никому в голову не пришло сватать ему Руд. Опять же, это все доказывает, что даже Боаз, который был судьей и очень важным человеком, такое даже не приходит в голову, зачем человеку еще одна жена. Это было чрезвычайно редко, только цари, и то только в определенных обстоятельствах. Но, фактически, во всяком случае, во время Хазаль, мгоженство было настолько редким явлением, что они уже могли только интерпретировать стихи во время Боаза, как очевидным, считать очевидным, что именно потому, что Боаза умерла жена, ему сосватали Руд. И также можно приводить множество других примеров. Из Хазали Раби Рубин Маргулиас приводит немало. Я не буду вас утруждать этими техническими деталями. Во всяком случае, мы видим, что Хазаль, то есть мудрецы Мишна и Талмуда, считали очевидным, что женитьба на двух – это явление, скорее, исключительно редкое. Поэтому, что я могу сказать? Этот урок, конечно, это видео не сделано лимайсе, Аллаха лимайсе, у нас все равно уже в Ашкиназим более тысячи лет, мы не практикуем полигамию. Во всяком случае, один мужчина не живет с двумя женщинами одновременно. Другое дело, что технически, допустим, после Холокостка, к примеру, «пропала жена без вести Хаз Вишалом», то тогда иногда технически есть возможность, не доказав еще, что она умерла, взять в жены вторую. Для этого есть специальное разрешение старовинов, как правило. Иногда даже и старовинов не требуется. Но он не живет одновременно с двумя, просто технически может оказаться, что он женат на двух, если окажется, что первая его жена жива. Бывают случаи, когда разрешают мужчине, который хочет развестись женой, у него есть на это веские причины, но жена не хочет принимать гет. И специально, например, жена стала нерелигиозной, наоборот, над ним издевается, говорит, я гет не приму. Или в старом минаре, если перешла в христианство, сегодня это реже случается, но во время средневековой Европы, бывало, что кто-то переходит в христианство. Если мужчина перешел в христианство, это большая проблема. Как заставить его дать гет? Он теперь принадлежит христианской общине, и попробуй раввины его заставить. Иногда приходилось платить большие деньги, это было непросто для его жены. А вот в случаях, когда перешла христианство женщина, допустим, или убежала сгоем куда-то, то в каких-то случаях раввины разрешили мужчине технически взять еще одну жену, не давая гет первой. И то обычно оставляют гет, как говорится, мешалшины, оставляют гет в руках третьего лица. То есть фактически он готов развестись в любой момент, она только должна прийти и принять. То есть даже в этой ситуации стараются сделать, чтобы почти он был разведен с первой. Но я о таких случаях в любом случае не говорю. Сейчас же вопрос не о том, технически человек женат на двух или нет. Если даже это сделали бы, допустим, для каких-то других целей, чтобы, например, вывести женщину из Советского Союза, допустим, женатый человек, на ней фиктивно женился, чтобы просто ее вывести. Допустим, у него есть вызов в Израиль, а у нее нету. Или что-нибудь такое, чтобы спасти человека из-за железного занавеса. О таких случаях я сейчас не говорю. Я говорю о том, чтобы человек имел мамаш две жены и жил с ними, как с женами. Такое у нас уже не происходит тысячу лет, ошкин на день. Поэтому все, что я рассказываю, это в любом случае только теория. Даже теоретически уже мы можем доказать, что в старые времена это была редкая очень вещь, чтобы человек практиковал полигамию. Но что касается практического, то практически мы уже все равно давно это все не практикуем. Это просто для интереса и для общего знания. Что не то, что у нас, как у некоторых наций сегодня существуют до сих пор страны, где полигамия разрешена, но есть места, где это действительно не просто разрешено, но и практикуется на полную катушку. И многие люди себе это позволяют. Но евреям это всегда было скорее исключением, чем правилом. У нас и сейчас, наверное, есть в Йемене, я не знаю, в Йемене очень мало осталось евреев, но кажется, до недавнего времени у них бывала ситуация, тоже не по 10 жены, даже не по 4, а может быть 2 жены в каких-то ситуациях. Но на практике это все уже уходит в прошлое даже среди сифарских общин. Тем более, что среди сифарадим, как упоминают Ритва и другие раввины, во многих общинах отдельных принимали не херем Рабену Гершима, как у нас. У нас был специально херем, отдельное проклятие, так называемое, которое сделал великий мудрец Рабену Гершим, чтобы Ашкеназим вообще не женились на двух. То есть он не сделал его специально для Ашкеназима, он сделал свои общины, и это распространилось снова в Ашкеназских землях. Но среди сифарадим этот херем не распространился. И все равно было во многих общинах не этот херем, но общая так она, что без ее разрешения человек не женится на второй. И клятву иногда брали во время женитьбы, в Китубе записывали, что без ее разрешения он на второй не женится. Поэтому многоженство даже в этих местах, где жили сифарские евреи, скорее было редкостью, и обычно было связано с какими-то очень особыми, очень редкими обстоятельствами, как я сказал. Если вам нравится это видео, пожалуйста, нажмите лайк, или сообщите через Фейсбук и другие ваши возможности, чтобы другие тоже просмотрели.